Привет, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы с вами поговорить про интересную сторону техноблогинга Именно про историю техноблогинга российского Все, что есть в России и все, что нет в англоязычном интернете Если вы посмотрите на англоязычных техноблогеров То там в основном вы смотрите на персонали На конкретных персонажей, которые через призму себя показывают Насколько им нравятся те или иные девайсы И насколько не нравятся В российском техноблогинге все совершенно не так У нас очень крутой продакшн Который мне, кстати, не очень нравится Очень крутые пироллы, прероллы и все вот эти штуки И совершенно нет субъективного мнения человека, который показывает вам Чаще всего этот человек пользуется iPhone, Samsung И не пользуется другими девайсами, которые он вам продает Или не продает Так или иначе, реклама, не реклама и так далее Мне это совершенно не нравится Когда я начал делать свой блог Мы с Артуром хотели сделать так, чтобы Мы как два друга, то есть как два знакомых Своему третьему знакомому рассказывали А, смотри, у меня есть новая коробка У меня есть новый телефон И я его презентую, я тебе покажу, похвастаюсь То есть вот мои блоги, они несут именно такой посыл То есть посыл такой, что я хочу показать то, что мне нравится Если Redmi Note 8T или Redmi Note 8, который, кстати, показал первый Мне не понравился, я об этом сразу сказал Я сказал, смотрите какие рамки, смотрите пластиковый корпус Смотрите стекло, которое не стекло, а пластик по факту Возможно и стекло, но мне оно не нравится Я об этом сказал Вот, я не хочу делать так, чтобы я соответствовал чьим-то хотелкам И мне кажется, это неправильно, смотрите Человек, который приходит в магазин Он никогда не спрашивает у продавца Этот чипсет хорош или нет Он просто спрашивает, как вам этот телефон, как вам этот, как вам этот Моя концепция канала именно такая То есть я, возможно, буду пытаться делать все же более техническую составляющую Но техно, тема и тема энциклопедических знаний о телефонах, да То есть спеки и вся вот эта история Это не про меня, мне это не очень нравится Так, энциклопедию про телефоны вы у меня не увидите Вот, а те, кому интересно просто общаться, просто смотреть Через призму глаз обычного парня, который работает обычным бренд-менеджером, да И часто бывает в Китае и в других городах В том числе я хотел показывать вам много интересного из Москвы То те вещи, которые мы обычно не замечаем Мы не замечали про Россию в том числе Потому что в России тоже очень много прикольного и здоровского То есть до того, как мы пожили в Китае Я не думал, что есть вещи, которые меня будут в Москве удивлять Потому что они мне стали настолько привычными, я их не замечал Сейчас я начал замечать и могу вам о них рассказывать Вот Поэтому давайте не болейте Давайте пишите комментарии Те, кому, конечно, интересно Мне интересно, как у вас дела Как люди переживают эту эпидемию То есть достаточно интересно было бы с вами пообщаться Потому что тетория у меня растет А люди, которые комментируют какие-то ролики Они комментируют их только сугубо тематически То есть у кого-то есть желание купить самокат Он пишет про самокат Никто... Некоторые люди, да Некоторые люди не смотрят после самоката Допустим, ролик про Маску или еще про что-то Вот такая вот соковыка Давайте Пока Пока